Здравствуйте! Вы смотрите программу События. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. На земле и в небе. На площади Куйбышева прошла первая репетиция Парада Победы. 3D-архитектура. Новые технологии на службе реставраторов. Безопасный подъем. По программе капремонта в регионе меняют лифты. Проверили соцзащиту. Не все льготники Самары получают компенсации. Клещи атакуют. Как защититься от опасного насекомого? Бомбардировщики в небе и парадные расчеты в едином строю на площади Куйбышева прошла первая сводная репетиция Парада Победы. Пока в тренировке не принимала участие, только военная техника ночью перевозили в Самару. Тяжелое вооружение появится на площади на репетициях 5 и 7 мая. Что горожане увидят в День Победы, расскажет Марина Кравцова. Это первая репетиция Парада на площади Куйбышева. И все пока выглядит не столь торжественно, как будет 9 мая. Военные не в парадной форме, а в повседневном обмундировании. Но даже первая репетиция собирает огромное количество зрителей. Центральные трибуны заполнены практически полностью. Трибуны уже смонтированы по всему периметру площади. И 9 мая увидеть в парад смогут около 26 тысяч жителей и гостей Самары. Все как один строевой шаг отработан к параду. Готовы и осталось пройти все на местности. Большое количество трибун ограничивает передвижение по площади. Парадные расчеты выстроились в единую линию. Она протянулась от улицы Красноармейской практически до Вилоновской. Кроме того, на репетиции точно рассчитывают и траекторию движения машин. По площади Куйбышева проезжают две «Волги» с открытым верхом. В них командующий и принимающий парад. Машины особенные. На одной госномер 1941, на другой 1945. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы Великой Отечественной войне. Ура! Даже на репетиции чувствуется торжественность момента. Свою роль играет и место, которое помнят героические страницы истории. Здесь состоялся в ноябре 1941 года военный парад, который позволил Советскому Союзу заявить о себе. Каждый военнослужащий, он почувствует свою причастность к этому празднику. И его отличная строевая выучка докажет, что он достойный защитник Отечества. Эмоции переполняют зрители. Люди просто не могут пройти мимо. Я спокойно не могу отнестись к этому дню. И мне было очень интересно посмотреть репетицию парада. Трогательно очень. Мне понравилась вот эта незабываемая атмосфера. Это для меня особенный праздник, потому что оба деда у меня воевали. То есть это всегда такая гордость за свою семью, за свою страну. В День Победы в парадном строю пройдут больше 1700 человек. Впервые наравне с военнослужащими 2-й гвардейской армии, сотрудниками МЧС, войсками Национальной гвардии и других силовых ведомств промаршируют и юноармейцы. В первой репетиции не участвовала лишь колонна военной техники. Танки и тяжелые ракетные комплексы прибудут в Самару ко второй репетиции. Всего в механизированной колонне на параде будет около 30 машин. А над площадью пролетят бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Они уже подкручились к совместным тренировкам. Вслед за военным парадом 9 мая пройдет техника времен войны в колонии военно-патриотических клубов. А после на площадь выйдет многотысячный бессмертный полк. Бессмертный полк в это время будет строиться на улице Молдогвардейской, границе улицы Некрасовской до улицы Ленинградской. И любой желающий может принять в нем участие. При этом, чтобы принять в нем участие, достаточно взять в руки портрет того человека, подвиг, который вы чтите. На площади Куйбышева 9 мая будет и выставка военной техники. И любимая многими солдатская каша. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, Соботе. Самарский губернатор Николай Меркушкин участвовал в заседании госсовета, которое провел президент Владимир Путин. Тема – исполнение майских указов главы государства. На повестке дня стояли три блока вопросов – расселение граждан из аварийного жилья, независимая оценка качества услуг в социальной сфере, работа многофункциональных центров. В целом по стране работает 3000 МФЦ. В прошлом году число обращений превысило 60 миллионов. Принципиальная задача сейчас – создать условия, чтобы граждане могли прийти в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. В повестке дня госсовета стояли такие очень, скажем, предметные темы, которые волнуют абсолютно большинство людей. Это, прежде всего, оказание услуг через центры, многофункциональные МФЦ. И надо сказать, что эта работа последние 3-5 лет в целом по стране активно ведется. И мы в Самарской области активно ведем. Мы вошли в число 9 регионов, где наиболее, скажем, успешно реализуется этот проект. Альянс металла и пластика высоких технологий искусства в Самарском политехе продолжают экспериментировать с 3D-принтером. Печатают модели для отлива архитектурных деталей. Уже приступили к работе над запчастями штурмовика Ил-2. Самолет после ремента вернут на Московское шоссе. Как идет процесс, увидела Мариана Мирная. Визир, выхлопные патрубки и пулемет – редкая штучная работа. Каждая деталь восстановлена в электронном виде. Это формы для литья, с помощью которых делают запчасти для самолета Ил-2. Изготовлены они на 3D-принтере. Какие-то детали были утеряны в процессе долгой эксплуатации памятника. Какие-то отсутствовали, какие-то были сделаны, к примеру, из дерева. Перед нами стала задача изготовить максимально достоверный макет в кратчайшие сроки. И для этого мы активно начали использовать аддитивную технологию. То есть посредством 3D-принтера мы готовим подсохранившуюся чертежа мат-модель. Кроме деталей для легендарного штурмовика, в литейном цехе изготавливают уникальные архитектурные детали зданий. Вот эти ручки отправятся на двери дворца детско-юношеского творчества. Далее последует работа по восстановлению квартала около музея имени Петра Алабина. Процесс литья, он всегда немножко такой таинственный. Мы всегда, когда заливаем, надеемся, что все получается. Но не всегда все получается, потому что металл, можно сказать, живет какой-то своей жизнью. И зачастую даже какое-то свое внутреннее настроение может передаться от плавильщика, от литейщика. Такая работа стала возможна благодаря альянсу литейщиков, инженеров, моделирующих в 3D и художников. У каждого своя роль и объединяет их любовь к своему делу. Желание, интерес к этому делу. А вот желание и интерес у нас на кафедре возник с приходом, ну, не знаю, хороших квалифицированных специалистов, выпускников нашей кафедры. Они буквально вдохнули вот последний год, они пришли всего год назад. И за год у нас произошли на кафедре, прямо не знаю, кардинальные какие-то изменения. В литейном цехе далеко идущие планы, и кто знает, какие еще объекты Самары могут быть восстановлены или усовершенствованы с помощью 3D-принтера. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. 90 лифтов заменят в Самарской области в этом году в рамках региональной программы капитального ремонта. Все чаще жители просят заменить им вид работ, вместо фасада обновить подъемники. В 277-м доме по улице Галактеновская ремонт почти завершен. В чем преимущество новых лифтов, расскажет Лариса Шалафаст. Лифты в подъезде 277-го дома по улице Галактеновская чаще стояли, чем ездили. Подъемники проработали 20 лет и давно требовали ремонта. Жильцы дома часто испытывали технический сбой лифтов. По 40 минут сидели, у нас есть люди-инвалиды. И эксплуатацию этих лифтов еще два года мы должны были терпеть. Мы изменили ремонт фасада на замену лифтов. У нас жильцы очень довольны. Сейчас замена лифтов стала все чаще и чаще. Люди, собственники, просят заменить им другие виды работы на замену лифтов. Потому что лифты изношены, уже срок подходит. Мы идем на встречу в рамках возможностей законодательных и заменяем им лифты. Специалисты уже сняли старые подъемники. Сейчас устанавливают новое современное оборудование. Теперь лифты здесь будут энергоэффективны, с плавным бесшумным ходом, с антивандальным покрытием. И, что особенно важно, с усиленной системой безопасности. У нас шесть цепочек безопасности, начиная от верхнего расположения ловителей. На кабине есть цепочка безопасности, в приямке, там натяжное устройство тоже. Они полностью безопасны. По программе капитального ремонта в области за три года заменили 600 лифтов. В планах на этот год обновить 90 подъемников. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. 92% льготников Самарской области получают компенсацию за плату коммунальных услуг по новым правилам. Если раньше начисляли фиксированную выплату, то теперь ее рассчитывают в зависимости от того, сколько воды, электричества и газа израсходовано по факту. Из-за перехода на новую систему расчета вначале были небольшие заминки. Как сегодня решают проблемы, знает Валерия Макарова. Я пришла в соцзащиту, чтобы проверили мои выплаты. Так как я сейчас с февраля месяца не получаю ни ветеранских, ни квартирных. В таких ситуациях специалистам соцзащиты приходится разбираться каждый день. С начала года компенсация коммунальных услуг рассчитывается по-новому. Если раньше она была фиксирована, то теперь зависит от того, сколько воды, электричества и газа израсходовано по факту. Значит, вам положено на коммунальные услуги, так как вы ветеран труда Российской Федерации, вам положено, значит, это 1,4-50% коммунальной услуги. Это свет, газ, вода, водоотведение. Каждый случай, когда человек имеет право на выплату, но не получил ее, рассматривают индивидуально. Есть проблемы с рядом ТСЖ. Из-за отсутствия специальной компьютерной программы они не подают в Министерство информацию о льготниках. По всей Самаре таких товарищей 29. 15 из них находятся в Октябрьском районе. Но, несмотря на это, ТСЖ предоставляют сотрудникам управления социальной защиты сведения на бумажном носителе. И максимально мы стараемся охватить тех льготополучателей, которые проживают как раз на территории обслуживания данных районов. В Самарскую базу данных внесены почти все льготники, однако выплату из них получают только 92%. Это связано с тем, что у некоторых есть долги за коммуналку или их дома на востройке еще не внесены в федеральную информационную систему. Специалисты Министерства должны донести сведения до всех людей. Информацию по компенсациям можно получить в управлении соцзащиты по месту жительства. Валерия Макарова, Григорий Пешаков, События. 640 килограммов опасных продуктов изъяли из магазинов Самарской области после проверок Роспотребнадзора. Каким будет штраф за нарушение, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Нефть продолжает дешеветь. Баррель марки Brent уже стоит 50 долларов 20 центов. Валюта дорожает. На 5 мая Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей 57 копеек. Евро 62 рубля 72 копейки. Золото стоит 2301 рубль. Серебро 30 рублей 93 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 75 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 42 копейки. В России готовят аналог грин-карты. Такая карта соотечественника даст русскоязычным иностранцам право на въезд и трудоустройство в стране. Минтрут рассмотрит возможность индексации пенсии работающим пенсионерам. А в Самарской области из магазинов и кафе изъяли больше полтонны продуктов после проверок Роспотребнадзора. Чаще всего опасных микробах находили в мясе и молочной продукции. Штраф за нарушение превысил 3 миллиона рублей. На этом все. Удачи в делах! А теперь коротко о других событиях дня. Ангар с бытовой химией горел в Самаре в среду вечером на проезде Мальцево. Пожар охватил 200 квадратных метров здания. В тушении участвовали 65 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Пожару был присвоен ранг повышенной опасности. Огонь удалось полностью потушить через 2 часа после вызова. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. Сделал селфи – получи травму. В Самарской области 14-летний подросток чуть не погиб от за любви к автопортретам. Группа подростков прогуливалась на железнодорожных путях на станции «Отвага». Один из них залез на вагон-цистерну, чтобы сделать фото. А когда спускался – упал. Мальчик получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Семье пострадавшего подростка грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей. Задержан 23-летний самарец, пытавшийся сбыть почти 7 килограммов синтетических наркотиков. В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили свертки с опасным веществом. Как выяснили правоохранители, сбыть запрещенный товар, хранившийся в квартире, мужчина собирался с помощью закладок в разных районах города. Молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, официально нигде не работает. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Новокуйбышевский внук украл телевизор у бабушки. В полицию обратилась сама пострадавшая. 71-летняя жительница сообщила, что заметила внука с телевизором в руках на улице, когда возвращалась из магазина. Просьбу вернуть технику мужчина проигнорировал. По приметам, оперативники быстро задержали злоумышленника в одном из дворов. Подозреваемый в совершении преступления не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Ведется следствие. В Самаре открыли проезд по московскому шоссе от Ташкентской до Зои Космедемьянской. Самарец снял с воздуха, как автомобилисты движутся по этому участку. Судя по видео, сейчас делают насыпь второй половины проезжей части возле ТЦ «Интермебель». Кроме того, в кадр попал строящийся тоннель для трамваев на улице Дальней. Блогер заснял и открывшийся для движения участок московского шоссе. Укушенных клещами в этом году меньше, чем в прошлом. С 16 марта пострадали уже 254 человека, из них 63 ребенка. Самые опасные виды членистоногих в Самарской области – это энцефалитный и боррелиозный клещ. Чаще всего они встречаются в Челновершинском и Безенчукском районах, а также в Тольятти и Самаре. Обитают по большей части в кустарниках и высокой траве. Также медики предупреждают, заразиться можно через сырое козье и коровье молоко. Как уберечься, рассказали специалисты Роспотребнадзора и Минздрава. Нужно обратить внимание на свою одежду. Одежда должна быть закрыта. Волосы должны быть убраны либо под головной убор, либо под косынку, либо капюшон. Желательно, чтобы одежда была светлых цветов. На темной клещи, на светлой одежде лучше видны. Резинки должны быть на рукавах, резинки должны быть на ногах, носки должны быть поверх брюк. Туи, можжевельники, барбарисы, полтора десятка декоративных деревьев это весной появились в сквере героев 21-й армии. Их высаживают по инициативе бизнесмены в рамках программы «Цветущий город». Что из этого получилось, увидела Алина Чемерес. Пока еще саженцы, а через несколько лет – стройные зеленые красавицы. Полтора десятка туй, можжевельников и барбарисов теперь будут украшать сквер героев 21-й армии. Деревья к самарскому климату привычные, растут по всему региону. Но если можжевельник способен выжить в любых условиях, туя – создание более нежное. За ней особый уход. Единственное, что туя, вот мы на зиму будем ее закрывать, для того, чтобы они не получили весенний ожог от солнца, от снега. Чтобы композиция немножко была выразительной, более выразительной барбарисы. У них листья обычно даже летом красные такие, красочные, они будут выглядеть, композиция будет выглядеть вообще красочно, украшать будет вот это место. Деревья в сквере сажают в рамках программы «Цветущий город» в роли садовников – руководителей самарских компаний. Саженцы также предоставили представители бизнес-сообщества. Мы знаем свои возможности. Вот это все мы сможем сделать красиво не только на стадии посадки, но и потом будем ухаживать за этим. Так что вид приятный, благородный сохранится на веки вечные, чтобы не только для себя было, но для всех жителей города. Есть еще у нас необходимость высадки на территории города различных хвойных растений, декоративных, лиственных растений, цветущих пустарников. Поэтому то, что идет у нас озеленение таких объектов общегородских, значимых, центральных, именно с применением таких декоративных растений, как хвойные кустарники – это очень хорошее начало. То, что это делается руками бизнес-сообщества – это очень замечательно. Если хвойные деревья сажают в парках и скверах, то цветы кустарники – возле школ, спорткомплексов, во дворах. Некоторые из них начнут радовать самарцев своей красотой уже в июне. На латыни – кувшин с водой. По-японски – фиолетовое солнце, по-русски – просто гортензия. Возле Самарской филармонии недавно выросли 200 цветочных кустов. Посадили их активисты организации «Воспитанники комсомола. Мое отечество». Когда цветут гортензии, узнала Мариана Мирная. Коренная жительница Самары и садовод со стажем Людмила Голубева работы не боится. Удобные одежды, перчатки и солнечная погода – все необходимое для посадки цветов. В начале нужно немного удобрения, воды, потом корень, потом засыпать, немножко притопать и еще распалить. Вот так. У меня на своей даче, когда она была, очень были красивые гортензии. Они очень радовали глаз, потому что они цвели все лето белым цветом, а к осени становились розовые. И от них поднималось настроение. Я думаю, все, кто будут приходить сюда в филармонию, их тоже будут радовать эти цветы. 200 кустов гортензии теперь обрамляют Самарскую государственную филармонию. Озеленение города проходит во всех районах. Активисты говорят, нельзя лениться. Если каждый внесет свою лепту, Самара преобразится в кратчайшие сроки. Мы думаем, если каждый посадит по цветку, это уже Самара станет благоухающим городом. И мы будем дышать не смоком, а ежедневно принимать цветочную терапию. Кусты гортензии зацветут уже следующим летом, а еще через год разрастутся на всю клумбу. Главное правильно ухаживать. Пока приживаются, поливать каждый день. Потом раз в неделю. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Путешествие с комфортом. Железнодорожники обратили особое внимание на инвалидов. На вокзалах и в поездах в последние годы создаются условия, чтобы такие пассажиры чувствовали себя как дома. Одна из новинок сервиса – электронный спецбилет. До этого приходилось покупать бумажный аналог на вокзале. В необычное путешествие отправился и наш корреспондент. Пантусы, тактильная плитка, специально обученный персонал. Железная дорога вот уже несколько лет ориентируется на особых пассажиров. Ведь их 10% от общего числа клиентов. Инвалиды сегодня путешествуют с комфортом. Встречают их уже перед входом на вокзал. Помогают добраться, донести багаж и разместиться в вагоне. Для колясочников в каждом поезде оборудовано одно спецкупе. В путешествии особый пассажир тоже находится под особым присмотром. Однако до евростандартов российским железнодорожникам еще далеко. Инвалидов добивается того, чтобы поезда были удобны, доступны всем категориям граждан с позиции универсального дизайна. Это удобно, допустим, поезд, который можно пройти от начала до конца на коляске. Это удобно не только колясочнику, это удобно обычному гражданину, потому что становится шире проходы. Да, может быть, мест посадочных меньше, но комфорт от этого больше. По новым стандартам идет модернизация вокзалов и платформ уже четвертый год. К примеру, тамбур вагона и посадочная площадка должны быть на одном уровне. Пока это правило соблюдается не везде. А чтобы не упустить ни одной детали, при работе железнодорожники встретились с представителями самарских обществ инвалидов и пришли к мировому соглашению при решении возникающих проблем. Мы договорились, что в ближайшее время мы проведем так называемую экспертизу проекта по вокзалу Самара, чтобы специалисты подсказали, что у нас есть и что нам нужно еще дополнить. Мы под каждого клиента, инвалиды, должны сформировать сервис услуг, чтобы он соответствовал и удовлетворял их. Новинка этого сезона – круглосуточная покупка спецбилета на поезд. Теперь не нужно ехать на вокзал и стоять в очереди. Интернет в помощь. Электронный билет приобретается минимум за три дня, а лучше за два месяца до предполагаемого путешествия. Центр содействия обработает информацию, и в назначенный день и час спецпассажира встретят на вокзале и с комфортом доставят до места назначения. Татьяна Дмитриева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Тольяттинские гандболистки вышли в финал национального чемпионата, а баскетбольная молодежь Самары свой сезон уже закончила. Успешно. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Гандбольная «Лада» вышла в финал чемпионата России. Молодежка баскетбольной «Самары» взяла бронзу Единой Лиги. Евгений Турбин рассудит «Крылья» и «Урал». Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Уралом» рассудит Евгений Турбин, сообщает пресс-служба Самарского клуба. Ассистентами будут Рашид Абусуев и Сергей Архипов, резервный судья Игорь Панин, инспектор Тарас Безубяк. Встреча команд состоится в понедельник, 8 мая в Екатеринбурге в 16 часов 30 минут. Ранее Евгений Турбин судил 5 матчей чемпионата России с участием «Крыльев Советов». Три из них самарцы выиграли, в одном проиграли и один раз сыграли в ничью. А также в каждом из этих матчей волжане обязательно забивали хоть один гол. В поединке с хозяевами финала восьми единой молодежной лиги «Локомотивом Кубань-2» «Самара-2» завоевала бронзовые медали. Волжане смогли сдержать напор хозяев на первых минутах. Не дав сопернику оторваться в счете, «Самара-2» в концовке стартовой четверти нанесла свой удар. 25-19 в пользу гостей. Краснодарцам потребовалось совсем немного времени, чтобы отыграться. И вплоть до середины второй десяти минутки на площадке на табло было равенство. Но самарцы вновь убежали вперед – 42-35 к большому перерыву. В течение третьей четверти волжане лидировали даже на 14 очков, но удержать преимущество не смогли. За минуту до завершения основного времени матча напряжение в игре достигло пика. Лидер краснодарцев Сергей Балашов свел отставание своей команды к минимуму – 71-72. На счастье «Самары» нервы не подвели ни Дмитрия Халдеева, ни Филиппа Стойко, реализовавших по два штрафных и подаривших пять очков перевеса. Они и оказались решающими. 78-74, «Самара-2» увозит из Краснодара бронзу единой молодежной лиги. В ответном матче полуфинала плыва в чемпионаты России среди команд Суперлиги в Тольятти «Лада» вновь обыграла звенигородскую звезду – 32-27 и вышла в финал. В первом матче противостояния автозаводчанки были сильнее 38-28. Обе встречи проходили по одному сценарию – в первом тайме была равная, боевая и упорная игра, а вторую половину звезда проваливала. Девушки из Венигорода старались переломить ход игры, но ни в одной встрече догнать «Ладу» не удалось. Сражаться за золото в серии до двух побед волжанке будут с гонболистками из Ростова. Первый матч финала состоится в Тольятти 18 мая. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова